МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но существует также и немало мифов. И сегодня на финале высшей лиги клуба веселых и находчивых мы развеем их. Итак, первый миф. КВН – это просто. На самом деле это не так. Веселье в процессе подготовки к играм минимум. Написание шуток, редактуры, репетиций на КВН уходит слишком много времени. Реальная же работа КВНщика, особенно поначалу, сложная, рутинная и низкооплачиваемая. Работать в таких условиях может быть и романтиком, но все ли смогут так жить? Ребят, существует такой миф, что играть в КВН – это просто. Правда ли это? Абсолютно нет. Это очень сложно. Это большой труд. Что сложнее всего дается? Написание, отыгровка. Пожалуй, актерская игра. Самая сложная. Вжиться в роль – это сложно. У вас получается? Ну, стараемся. А еще у нас два звука, что-то целых два. Все косяки, если что, это будет стон виноват, да? Да, ясно. Ты готов? Ты осознаешься ответственной? Да. В полном мире. А что вы с ним сделаете, если он налажает где-нибудь по звуку? Ну, вообще, мы его только для того и позвали, чтобы, если что, как бы на него все спалить. Ну, проиграли, ну, блин, ну, как-то вообще. А с каждым годом все больше девушек ведутся на уловке трещей. Так все, Никит, я тебя бросаю. Это все, потому что я худой, да? Дрыщ, сухостой, тростник, доставатель огурцов из банки, селфи-балка, четвертый пассажир на заднем сиденье, выкрутите лампочек. Я все поняла. То есть ты хочешь сказать, что я толстая, да? На воротах стою. Да, как ты это делаешь? Целый год квенщики высшей лиги шли к этому. Бессонные ночи, умы переписанного материала и огромное количество прослушанных для выступлений песен. Каждая из команд подготовилась основательно. И вот этот день настал. Именно сегодня мы узнаем имя чемпиона этого года. Ну что, камера, мотор, поехали. Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Давайте поаплодируем вам громко, громко, громко. Сегодня наша высшая студенческая лига играет юбилейный 15-й финал. Добро пожаловать. В финале высшей лиги участники соревнуются в трех конкурсах. Сегодня это приветствие, триатлон и фристайл. Традиционная игра начинается с приветствия команд. Здесь очень важно ярко заявить о себе. Каждому из этих конкурсов команда готовилась не один день. А значит, то, что КВН – это быстро, тоже всего лишь миф. Миф номер два. Для меня КВН – это очень долго. Не все быстро проходит. Ну, короче, нужно дорабатывать все шутки, писаться, чтобы материал был хороший. Ясно, ребят, сколько готовились к финалу? Месяц? Два. Даже больше, наверное. С полуфинала? Начиная. А морально так вообще просто от игры к игре. Ну, на самом деле это реально сложно, потому что, когда готовишься, как-то нет этого эмоционального такого настроя, волнения и прочего. И вот вплоть до игры, вот как сейчас, например, остается. И потом что-то щелкает, и такой «Ах! Уже финал! Уже выступать!» И вот это вот чувство, когда ты выходишь на сцену вот так вот. Здравствуйте. Последняя игра сезона, она очень ответственна, потому что от нее зависит очень многое. Либо сейчас, либо никогда. Здравствуйте. С вами сборная сельскохозяйственной академии. И чтобы выиграть финал, мы решили обратиться к самому старому КВНщику. Чуваши, вперед! Сама ты старая. Лев, подскажи, как нам выиграть высшую лигу? Знаете, здесь есть один секрет. Я не знаю, я ее не выигрывал. А ты что со свиньей вышел? Так ты это собака. Редкая баттерская порода. Сесна-дерьер. Триатлон второй конкурс финала, а состоит он из двух этапов. Сначала все команды играют разминку, и после круга жюри снимает с конкурса менее смешную на их взгляд. Затем оставшиеся команды стреляют шутками. В процессе игры самые не смешные вылетают с дистанции. Победитель триатлона получает в копилку один балл. Вот мы дошли и до третьего мифа, что КВН – это только импровизация. У меня стишок, надо продолжить. Поделитесь-ка с народом, как бороться с гололедом. У меня ответ простой – выходи гулять весной. Хорошо, хорошо, спасибо. Существует такой миф, что КВН – это сплошная импровизация. Что об этом думаете? В КВН существует импровизация, но она не сплошная, она готовится как бы. А, не импровизация, именно готовится. Готовимся мы очень долго и стараемся подготовиться к игре, чтобы было хорошо для зрителя. Но бывают нотки импровизации, когда волнуешься, немножко забываешь слова, и надо это не показать зрителю. Порой бывает волнение, и не может передать свою актерскую игру, и поэтому, может быть, шутка не зайти. Ну а так стараемся все вдалбливать в зал. Ну и конечно же, да, это зависит от зрителя очень, во многих случаях зависит именно от зрителя. Какая команда перед тобой выступала, от этого тоже зависит. Посадила она в зал, может подняла ли она ее? Полетчики, полетчики тоже. Ваша шутка зашла в зал, что чувствует? Кайф. Кайф. Да, потому что КВН не пишется за один день и не за два. Пишется за неделю, за месяц и порой. Чья бы корова мычала, именно так решили назвать вокальный конкурс сельхозакадемии. Инструктор по плаванию пошел топить котят и воспитал двух олимпийских чемпионов. И все-таки КВН не может быть сплошной импровизацией. Это определенный миф. Для того, чтобы зрители увидели реально смешную игру, нужен опытный взгляд со стороны. Поэтому вала несмешных шуток и миниатюр в КВН избегают просто. Проводят редактуры. Как редактор определяет, что смешно, что нет, что зайдет в зал, а что нет? Ну, это все субъективно, конечно, но сразу же убираем и шутки, которые могут чьи-то чувства затронуть. Про войну, про религию, какие-то пошлости сразу же убираем. Но дальше, исходя из опыта, который у нас уже у каждого достаточно большой, мы понимаем, что весело людям, на чем сами смеемся. КВН подразумевает под собой то, что все должно быть отрепетировано, классно. А импровизация – это всегда какой-то риск. На КВН импровизация возможна, если вдруг происходит какой-то форс-мажор на сцене, что-то случилось, вдруг там, не знаю, микрофон не вынесли. Сбегай за другим микрофоном, отбери его человека, придумай. Люди ценят. У нас иногда она получается, но это, как правило, не запланировано. То есть, если человек не теряется в сложной ситуации, значит, он достаточно высокого уровня КВНчик и юморист. Фристайл – это свободный конкурс. Здесь командам разрешается играть в любом стиле и показывать любые номера. В общем, кто на что гораст. Главное, чтобы было смешно. Ведь если нет шуток, не спасет даже блестящий отрепетированный танец или прекрасно вспетая песня. Все равно шутить придется. Это ж КВН. Что приготовили на этот раз? Что у вас будет на фристайле? Что-то очень странное. Страннее, чем обычно? В то же время это знакомое вам. Вы узнаете что-нибудь оттуда. Что-то очень специфичное. Что-то такое. Вот потом посмотрите и скажете. Такие, что-то такое. Сколько вообще часов в неделю занимает у вас КВН? Все время перед парами. Нет, все время после пар и все время перед парами. А во время пар? Нет. Спим. Да, спим во время пар. Я учусь. Нет. Кубок-то сегодня у кого окажется? У сильнейшего. Вы сильнейшие? Одни из, наверное. А кто еще? Кто у вас самый такой, для вас самый значимый соперник? Все значимы. У всех есть шансы победить. Все равны. Да. Это игра КВН. Тут может все произойти. А если все-таки победите, что будете с кубком делать? Пить победное шампанское. У вас шампанское уже приготовили? Я хочу его потрогать. Да, приготовили. Много? Нет, вот столичка. Здравствуйте. С вами телепередача «Битва экстрасенсов» и я ее ведущий «Парад башкиров». А сегодня у нас сразятся «Пиковая Фиса». «Пиковая Фиса» – потомственная, мутновидящая и плохо слышащая. Чего? В детстве ее укусила собака, и у нее развился экстрасенсорные способности, а у Анфисы нет. А это – Серго Бишбармаков. Серго – верховный пипец Богданки. Именно с него срисован логотип кинокомпании «Вид». В детстве он расшифровал текст песни Ивана Дорна и облысел. А теперь самое сложное задание. Вам нужно узнать, о чем думают члены жюри. Е4. Мимо. Б5. Ранил. Я знаю, где живет любовь. Александр Горбов, не отвлекайтесь. Что приготовили на финал сегодня? Чем будет вызовлять зрителей? Бомба, просто бомба. Новый гость, как у всех. Скажи, какая твоя роль в команде? Что будешь делать? Я буду... Скажи свои слова. Дед Мороз, ты чего? И заплачу. Ясно, ребята, у вас изменился состав, я так понимаю, да, к выступлению? Зачем усилились? Зачем вот соусилились девочкой? Как вы же финал? Нужно выселяться. Она чемпионка Европы, а чемпионов нужно звать в свою команду. Нужно общаться с победителями, чтобы стать победителем. Мы поведаем вам историю. Диссонажи мне всем знакомые. Новогодняя ночь бессонная. Как влюбиться он в нее посмел. Я аниматор, стаж 10 лет, она новенькая. Я пришла подменить подружку Оленьку. Вот первый заказ, и я влюбился. Он смотрит не на грудь. Блин, я спалился. Сыграли мы с детьми и пригласили нас за стол. Я начал атаку. Он предложил ей по 100. Она загадала желание. Дед Мороз, хочу шубу. Я ее понял и передал. Сеть под шубой. Уже 12 ночи, все вышли смотреть салют. А мы сидим и ждем, когда нам бабки отдадут. Остались одни и, прикиньте, поцеловались. Дед Мороз, ты чего? И мы попались. Каждый из команд сделала, пожалуй, все, что могла на этом финале. А все ради него. Кубка высшей лиги КВН Чуваши. Это самый древний трофей за историю Лиги нашей Республики. Вот уже 15 лет его передают из рук в руки самой лучшей команде сезона. Здесь можно увидеть даже имена всех чемпионов аж с 2001 года. Что ж, кому он достанется, мы узнаем уже совсем скоро. А пока жюри подсчитывает баллы, у нас есть возможность развеять последний миф о КВНе. Итак, миф номер пять. В клубе веселых и находчивых играют только студенты. Бытует такое мнение, что КВН играет исключительно для вузов. Расскажи, пожалуйста, почему это неправда? Потому что есть очень много лиг, потому что играют КВНы стар и млад. Но это, в принципе, какая-то КВН игра же народная. КВН, это, как мы уже говорим всегда, это такой некий трамплин. То есть людям, которые творчески подкованы, потом проще себя реализовать. Так как КВН развивает не только навыки, не знаю, юридические, да, как это обычно говорят, КВНчик пошутит, да. Это еще и организационные навыки. То есть команда же занимается и билетами, и организацией себя в команде, и организацией команды, и выступлений. То есть это большая ответственность. И с результатом 11 баллов ровно новым чемпионом становится сборная сельхоз Академии. Ребята, что вы с ним будете делать? Рассказывайте. Будем на него смотреть, гордиться. Мы очень большие молодцы, потому что этот путь мы прошли достойно. Как вам в роли чемпионов? Что чувствуете? Только рад. Это непередаваемое ощущение. Эмоции просто переполняют это вообще. Это невозможно объяснить. Какие планы дальше? Что вы дальше будете делать? Мы поедем в Ривьеру, а потом поедем в Сочи. Итак, чемпион этого сезона известен. Это команда КВН-спорная сельхоз Академии. Именно они получили главный трофей сезона, и именно их имена выигрывают на Кубке Чемпионов. Ну что ж, с такой нотой и закончился финал высшей лиги Чуваши. Вы будете следить за командами дальше. Я с вами прощаюсь. Увидимся в ПЕ национальном телевидении Чуваши. КВН-спорная сельхоза Академия. КВН-спорная сельхоза Академия. КВН-спорная сельхоза Академия. КВН-спорная сельхоза Академия.